Привет, друзья! С вами Орех, и это новый выпуск видеоподкаста. Напоминаю, что спонсор выпуска – выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет с 14 по 16 сентября в Москве. А сегодня в программе. Alien vs Predator. Чужие на PSP не ходят. Halo 3 бьет рекорды. Пьетама, берегите яйца. Имабики Су, в подворотне нас ждет маньяк. Sam & Max Season 2, возвращение звериной команды. PlayStation Home, твой дом 2. Ace Combat 6, Fires of Liberation, асы в небе. Stranglehold, кровь и голуби. Все это после короткой, но очень увлекательной рекламы. Не отходите от мониторов. Я хочу представить вам лучшую в мире интерактивную игру в Banzai Racing. Возьмите в руки пульт, нажмите эту кнопку, и машина поедет. Готовы? Поехали. Никаких игрушек. Только игры. Продолжаем видеоподкаст. Британская студия Rebellion, прославившаяся многочисленными адаптациями комиксов и трешовых игрушек, вернулась к PC-классике Alien vs Predator. Резиденты Туманного Альбиона в поте лица трудятся над PSP-адаптацией второй части фильма Чужой против Хищника. Игра должна появиться одновременно с фильмом, но даже 20-й век Фокс не знает точной даты появления картины. В офисе Microsoft уже начали праздновать предстоящие продажи Halo 3. Уже сейчас число предварительных заказов на финальную часть легендарной трилогии превысило 1 миллион копий. Источники в магазинах утверждают, что общее число желающих может перешагнуть 5-миллионный рубеж, и тогда в книге рекордов Гиннесса появится еще одна запись. Японское подразделение Sony решило выйти за рамки островов и подарить новый проект для PSN Piyotama всему миру сразу. Игра предлагает набор увлекательных головоломок с использованием концепции Marbles, дикой анимации и атмосферы настоящего японского курятника. Задача игрока — расставить яйца по цвету в линию и помочь милым цыплятам улететь навстречу солнцу. Компания Sega решила не останавливаться на достигнутом и официально представила свой новый проект в эксклюзивной версии для PlayStation 3 — Имабики Су. Игра в жанре survival horror создается совместными усилиями со студией ChuneSoft. История игры рассказывает о новом наркотике под кодовым названием Vision, который связан с серией таинственных убийств и жестоким потрошителем. Главная героиня вместе с приятелем проникает в заброшенную усадьбу, которая является источником для наркотика и оказывается в плену мистического цветка Имабики Су. Еще не Silent Hill, но уже почти Fatal Frame. Трудоголики из Telltale Games меньше чем за год, настрогавшие шесть эпизодов во вселенной Sam & Max, готовят второй сезон игры. Эпизодическая концепция изменений не претерпела. Два странных детектива, бешеный кролик Сэм и спокойный пёс Макс по-прежнему расследуют загадочные преступления, верные оригинальным комиксам Стива Пурсела. Технических изменений также не ожидается, но разработчики хотят сконцентрироваться на характерах главных героев для более глубокого погружения в мир игры. Распространяться игра будет через сетевой сервис GameTab уже в конце нынешнего года. Модный на Западе и почти малоизвестный у нас Second Life вздрогнул от приближения могучих конкурентов. Одним из главных претендентов на корону главного социального симулятора остается PlayStation Home. Собственная разработка Sony предлагает обладателям PlayStation 3 и PC создать свой виртуальный дом и поселиться в гигантском мире с барами, клубами, кинозалами, магазинами, игровыми комнатами и прочими отражениями реальной жизни. Вполне естественно, что кроме вас дышать виртуальным воздухом будут и тысячи других игроков из разных стран мира, что создает новые возможности для общения, обмена опытом и совместного времяпрепровождения. Кроме того, Sony планирует продавать своим жителям вполне реальные фильмы, книги, музыку, игры, предметы и услуги за ощутимые деньги. Стилистика The Sims, возможность завести виртуальное животное, совместимость с PSP и прочие радости должны заставить игроков обрасти пустыми стаканами, коробками из-под пиццы и прочими радостями игровой одержимости. Компания Намка Бандай уверенно заканчивает работу над продолжением флайт-симулятора Ace Combat, перебравшегося с приставок от Sony к конкурентам. Действие шестой части серии, названной Fires of Liberation, происходит в вымышленном мире, где уже давно идет война. Игра переносит нас в 2015 год на Анианский континент, где от гражданской войны тлеет небольшое государство Эстовакия. Главный герой по кличке Талисман предпочитает не только сражаться, но и заниматься самокопанием. В игре, как всегда, представлена куча новых самолетов, а кроме техники изменилась и структура миссий. Теперь они могут динамично меняться во время выполнения. К выходу игры приготовлен также и специальный контроллер Ace Edge, который подключается к USB-порту на Xbox 360. Не обойдется в игре и без мультиплеера. Любителям полетать и посражаться в онлайне поможет служба Xbox Live. Также в игре присутствует кооперативное прохождение, мировой рейтинг игрока, загружаемый контент и другие вкусности. Игра выйдет 23 октября на территории Европы и только на Xbox 360. Компания Midway и кинолегенда Джон Ву завершают работу над амбициозным экшеном Stranglehold. Игра рассказывает о новых приключениях главного героя нескольких фильмов Ву, инспектора Текилы Йена, которого согласился сыграть Чо Юнг Фат. Согласно непритязательному сюжету, игрокам необходимо спасти бывшую жену Текилы, отряд и русской мафии. Что касается игрового процесса, то основной фишкой здесь можно считать слоумо-режим в стиле Матрицы, названный Текила Тайм. Если вам этого недостаточно, то дополнительное погружение добавит система взаимодействия с окружающими предметами, вроде скольжения по перилам и прыжки через столы, за которые здесь отвечает всего одна кнопка. Просто и приятно. Слоумо-режим периодически имеет сюжетную основу. Время от времени героя окружают десятки врагов, и тогда бедняге приходится уворачиваться от пуль, стреляя в них первым. Интерактивность здесь на высоком уровне. Падающие кондиционеры, разрушаемые леса и возможность скачить и прокатиться на тележке оставляют максимально приятное впечатление. Нельзя не упомянуть специальные способности героя. За красивые убийства врагов вы будете получать бонусы, которые потом можно будет потратить на лечение, снайперское зрение, режим берсеркера и круговую атаку. Кстати, именно во время последней можно увидеть взлетающих вверх белых голубей, которые, по мнению Джона Ву, добавляют в сцене монументальности. Игра поступит в продажу 27 августа в версиях для Xbox 360, PlayStation 3 и PC. Midway планирует выпустить коллекционную редакцию игры, но фильм Hard Boiled в HD-качестве появится только на Blu-ray диске для PlayStation 3. На этом новости закончились. Увидимся на следующей неделе. Напомнили, что спонсор выпуска выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет с 14 по 16 сентября. Кстати, на выставке будет представлен наш геймерский телеканал GameLand TV. Приходите, будет интересно. Привет, друзья! С вами Орех, и это новый выпуск видеоподкаста. Напоминаю, что спонсор выпуска выставка компьютерных и видеоигр GameX.